Приветствую тебя! Это обзоры от Mob.ua и от RASH. Ремейки это модно, а мобильные платформы это просто таки рай для перерождения старых проектов. Вот и компания Ubisoft не осталась в стороне от общей моды и перезапустила легендарную серию Принц Персий. Нет, речь не идет о всем нам знакомой трилогии Писки Времени. Данный перезапуск вернул к жизни оригинальную серию 90-х годов. Выпустив в начале этого года Принц Персий Классик, основанную на первой части игры, Ubisoft решила срубить еще немного капусты и, недолго думая, порадовала нас второй частью Принца Персии под названием Shadow and Flame. Еще с первой части сюжет повествует нам о похождениях персидского принца, а по совместительству еще и мастера восточного паркура. Исходя из арабских сказок, самые подлые и коварные люди на земле не продажные политики, а чиновники. Следуя данной традиции, наш главный злодей, хитрый визирь Джафар, тоже является представителем этой замечательной профессии. Корабкаясь вверх по карьерной лестнице, простой багдадский паренек, как и все, мечтал о своей собственной Персии с Блэк Джеком и Гуриями. Но, как известно, слугам по штатному расписанию такие ништяки не положены. Вот поэтому и затаил наш визирь обиду лютую на всяких мажоров вроде принца. Накопив достаточное количество очков злобы, коварный Джафар все-таки выпиливает султана, сажает в темницу принца и пытается жениться на принцессе. И вот, казалось бы, наш злодей пришел к успеху, но, как говорится, не фартануло, не повезло. Кто же знал, что у принца второй юношеский разряд по акробатике? Минуя бесчисленные ловушки и препятствия, наш герой спасает принцессу и люто изничтожает коварного безиря. Такова первая часть. Но, как и положено эпическим злодеем, Джафар и не думал умирать, а вернулся во второй части в самый разгар свадьбы принца. Приняв облик главного героя, коварный визирь решил хитростью заполучить желаемое и объявил настоящего принца самозванцем. Ну а наш герой, в свою очередь, решил, что ловить ему тут нечего и, как всякий несправедливо обвиненный, подался в бега, чтобы со временем вернуться и повторно покорать гада. По ходу истории, принц посетит множество интересных локаций, таких как живописные крыши Багдада, таинственный остров среди морей, а также мрачный храм птичьей богини, наполненный изощренными ловушками. Кроме всего прочего, в путешествии нашему герою встретятся такие неизменные атрибуты восточной сказки, как ковер-самолет и самый настоящий летающий конь-пегас. В плане геймплея Shadow and Flame придерживается линии, заложенной в первоисточнике. Это всё та же аркада, но существенно улучшенной трёхмерной графикой. Вообще, графическая составляющая является, пожалуй, самым весовым достоинством в данной игре. Переработки подверглись не только анимации персонажей, но и дизайн уровней. Да и сам принц сменил свой ладинский прикид на более брутальный имидж в духе ПК-серии. Боёвка в игре унаследовала практически все черты оригинала. Так же, как и раньше, тебе предстоит во время сражений отсиживаться в блоках, чтобы время от времени наносить череду ударов. Хвала Аллаху, видя такое уныние, разработчики сжалились и добавили возможность совершать комбо-атаки, которые вносят хоть какой-то экшен в сражение с врагами. Так же стоит отметить наличие стелл-составляющей в геймплее. К примеру, вместо долгого поединка со стражниками можно будет незаметно подкрасться к врагу и убить его одним ударом. В целом, игра довольно неплохая, но ради объективности стоит упомянуть и о недостатках. Существенных минусов здесь два. Первое из них – это управление, которое представлено в игре двумя вариантами – жесты и виртуальные клавиши. Если за кнопками еще кое-как можно играть, то управление жестами просто-таки выносит мозг. Подобные косяки в управлении можно простить играм других жанров, но не аркадам вроде «Принца Персии». Вторым минусом является наш старый друг под названием «Донат». Внутриигровой магазин предложит тебе богатый выбор услуг и товаров, среди которых уникальные мечи, зелья восстановления и дополнительные комбо-атаки. Жаль только, что в нем не поторгуешься, как в настоящем восточном базаре. Так что если не хочешь платить, удачи в долгом и увлекательном задрачивании монеток. Итог. «Принц оф Перша – Shadow and Flame» – это достойное пополнение в культовой серии игр. Весьма качественный проект, рекомендуемый не только фанатам оригинальной вселенной, но и всем ценителям хороших приключенческих аркад. На этом все. Если тебе понравилось – качай, ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в группу. Там еще много интересного. Это был обзор от Mob.ua и я трэш. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»